Молитвы, побеждающие судьбу, они связаны с прославлением Бога всегда. Вам не надо двигаться, сесть и застыть. Я не могу движущемуся объекту рассказывать. Когда человек молится, славит Господа, то в это время он создает близкие отношения с Богом. Потому что у нас и так есть отношения с Богом всегда. Но всегда мы постоянно ругаемся. Мы всегда недовольны, мы в сердце думаем, нам все не нравится, то плохо, это плохо. И это тоже отношения с Богом. И когда мы так себя ведем, действует судьба, и она просто наказывает нас. Второй вариант, это когда человек славит Господа. Он тогда устанавливает другие отношения, которые он согласен с судьбой, он как бы благодарен за все. Он Бога благодарит, он ему говорит спасибо, и он его хвалит. Это Аллилуйя. Почему короткая молитва? Потому что есть молитвы для ума, очищение ума, это допустим псалмы, ты просто разговариваешь с Богом, идет беседа. Это очищение ума, ты свою беседу с Богом очищаешь. А есть деятельность разума. Деятельность разума, она не связана с умом, она выше. Человек в это время одну и ту же эмоцию передает постоянно Богу. Он постоянно передает Аллилуйя, слава тебе Боже, слава тебе Боже, слава тебе Боже. И не надо отвлекаться на предложения длинные. Важно, чтобы не было длительных таких молитв, которые постоянно ум напрягают. Ум должен отключиться. Человек только волевое усилие делает и все. И тогда у него включается чувство по отношению к Богу или молитвенное настроение. Человек как бы чувствует Бога в сердце, он повторяет Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Он чувствует Бога в сердце и у него создается молитвенное настроение. Постепенно у него появляется чувство присутствия Бога. И поэтому, когда человек молится, то он славит Господа. И это очень важно понять, что в целом есть две судьбы. Вот это самое главное, что надо понять в жизни, что есть две судьбы и они рабочие обе. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube. Поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми. Потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. Одна судьба – это милость Бога, через отношения с Ним идет. Но ты тогда должен для Него жить. Хотя бы во время молитвы. Славить Его, про себя забыть. Или еще лучше вообще стараться для Бога жить. Потому что это не противоречит. Богу не жалко, чтобы у тебя деньги были. Ты делаешь все по Его заповедям и делаешь, как Ему нравится, а не как тебе нравится. Называется «жить для Бога». Вот Богу нравится, чтобы ты от жены не уходил. Тогда это для Бога называется «жизнь». А тебе хочется уйти, допустим. А ты делаешь так, как Ему нравится, а не тебе нравится. Да будет воля твоя. Это светится имя твое. Вот это «светится имя» означает повторять имя Бога. Это тоже очень важная практика. И когда люди повторяют Алилу, это древняя молитва. Она древнееврейская, но она и христианская тоже. Она потом и в мусульманстве тоже есть такая же молитва. Это просто разные языки. Некоторые люди не понимают этого. Суть одна. На арабском повторять или на русском. Вы же не разделяете, допустим, повторять «Слава тебе Боже» на русском, «Аллилуйя» на арамейском или «Альхамдулиля» на арабском. Суть одна? Вера одна получается? Или нет? Ну, то есть люди разделяют. Все начинают путать, разделяют. Если на армянском, значит, это армянская вера. На русском – русская вера. На итальянском – итальянская. На греческом – греческая вера. Все разделять начинают. Люди одинаково, просто все славят Бога. И все. Это одно и то же. Вот, поэтому человек просто славит Господа. И когда у него непредалимая сюда судьба пришла, начинает рушиться его финансовая система, то надо предпринимать действия самому, защищать это все. Вот так человек повторяет «Аллилуйя» – славит Господа. И в это время его судьба, вот эта плохая, тяжелая, начинает уменьшаться в сердце. Это прямо реально чувствуется. Вот здесь появляется спокойствие. Сейчас тогда еще пару вопросов, потом настройку начну, потому что время уже у нас вылетело немножко из-за организации. Ваш вопрос? Помолит. У меня такой бесконтильный вопрос. Очень трудно настроиться на звук, на звучание, и постоянно мысли всякие приходят. И получается, из целой минуты, может быть, секунд десять концентрируешься, потом тебя опять выносят. Вот эти десять секунд, они в зачет? Конечно. Так, понимаете, как всегда концентрация зависит от двух вещей. Она зависит от любви и силы. И эти вещи надо изучать. Вот, допустим, что является любовью в этом звуке. Вот мы, допустим, включаем молитву, и звучит голос, да? А любовью является эмоция. Вот, как боль, эмоция боли, или страдания, там, еще что-то, в данном случае вот такая эмоция. И когда я повторяю, допустим, я на эту эмоцию настраиваюсь, сливаюсь с ней, и сразу память приковывается к этому. Мысли сразу не бегают. И вторая эмоция, и вторая — это сила. Сила в звуке — это вот эта А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А! Энергия силы. Когда душа выходит из тела, то она перед собой видит сияние, свет, и звук слышит. И этот звук, он во всяком, и во всех молитвах существует этот звук. Звук силы, который приковывает сознание. Возьмем, допустим, поизучаем разные молитвы. сильные молитвы все имеют вот этот звук звук силы допустим возьмем богородицы деву радость там есть эмоция любви она иногда разделяется эмоции сила иногда вместе есть вот здесь разделяются эмоции любви поет человек а эмоции силы хор добавляет давать час эмоции любви богородицы дева радуйся благодатная Мария Господь с тобой какие эмоции любви этот реалит настраиваются сразу привлекаются а сейчас эмоция силы пошла эмоции а а эмоции а эмоции а эмоции а а а а а а а а эмоции силу хор дает эмоцию силы две эмоции приковывает память сила и любовь вот когда танк едет ты будешь о чем думать на тебя танк едет о чем-то другом будешь думать сила приковывает память ты на него смотришь вот есть любовь девушку влюбился тоже о ней только думаешь больше ни о чем не думаешь это любовь а вот две эмоции привлекают память человек не может отвлечься он все время об этом думает о танке или о девушке или допустим сила вмешалась деньги отнимают ты думаешь постоянно об этом потому что так 10 судьба это ее сила если в кого-то влюбился тоже это энергия судьбы тоже сила судьбы действует в данном случае но через любовь уже ты думаешь об этом а есть милость и у бога тоже есть сила и любовь она через звук идет вот допустим в разных традициях допустим взять вот мусульманскую молитву горцы поют тоже там один человек поет эмоция любви у него подпевают эмоция силы то же самое и эмоция силы всегда звук такой дает а потому что этот звук звучит когда душа выходит из тела бог ее притягивает этим звуком от господа от свет души когда она идет она как свет перед перед душой она выходит из тела перед ней свет она бы за этим светом идет и она слышит звук такое то сияние бога звук сияние бога или звук аум дзень у китайцев там благодать божья звук благодати вот такой вот ну как бы все это знают этот звук и поэтому поют этим звуком молится хор звучит значит это люди имеют ввиду что есть вот это такая сила энергия бога а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Иногда только любовь Бывают такие молитвы, допустим, только силы Только силы Их только любовь ДимаTorzok ДимаTorzok Эмоциональный звук ДимаTorzok Неподвижное положение тела Что мы обязательно сделаем ДимаTorzok Ну, там, где я не приезжаю Они онлайн только делают А у вас есть возможность Можно сядь и долбануть вместе Помолиться Вот, поэтому, как бы, получается, сильное Получается Ну, ваш вопрос Здравствуйте Здравствуйте Низкий вам поклон Три года назад С помощью ваших лекций Мне удалось справиться С тяжёлым периодом С тяжёлым периодом в своей жизни То есть После двух лет У сына Начались судороги Врачи Ставили эпилепсию В тот момент Я начала молиться По четыре часа в день И В каких-то даже днях Когда спала Ночью Мне снилось, что я молюсь У меня тоже такое было Когда отец вшёл в жизни Тоже Ночью даже молился После того, как начала молиться Через людей Начала приходить информация К кому обратиться К каким врачам Как помочь ребёнку То есть Стало всё улучшаться И сейчас уже По пришествии трёх лет Ситуация стабилизировалась Ребёнок развивается По возрасту Я почувствовала связь Молитвы Поняла, как это сильно работает Участвовала во всех ваших репритах Ну, посмотрите Давайте посмотрим фотографию Эпилепсия Это, скорее всего Статика на пятом слое И токсины на пятом слое Мы обращались в том числе В амриту То есть мы ставили семена Это всё другое Семена не выравнивают энергию А надо очищать слои ещё Надо убрать токсины из организма И статическое напряжение Эпилепсия пройдёт Токсины или негативный тонус Нехватка энергии солнца Энергии воды Ну, надо посмотреть точно Может быть Нехватка энергии воздуха Энергии солнца Сейчас посмотрим Так, общее статическое напряжение Очень сильное То есть нужна вода Сидеть в воде два раза в неделю 70 минут 28 градусов Но точно на пятом слое Негативный тонус Это железная Эпилепсия Там есть он Это можно с помощью бани Процедуры На пять слоёв Делать там При невысокой температуре Вода Баня А потом пять Вода И Динамическое напряжение Блок тоже есть на пятом слое Да Это длительное движение Надо ещё совершить Мы хорошие Как бы Ну Давайте не будем сейчас об этом Говорить Будем говорить всё-таки О молитве Хорошо? По молитве О победе над судьбой Вы сказали Можно? По молитве Вопросы есть? Вы меня Вы как бы Меня берёте за шкирку И выводите на свои вопросы Молитвы не хотите Говорите о чём-то другом Всё время Технология молитвы интересует? Интересует технология молитвы Как На чём Сознание Концентрировать Слух Концентрировать Сознание На прославлении Богу Господу И на Принятии судьбы Своей Вот Взор Взор Можно Прикрывать глаза Можно Смотреть на меня Вот Настраиваться Чтоб совместный Настрой был Можно закрывать глаза Если Допустим Человек чувствует Он засыпает То тогда Полу открытые глаза Или открытые Цель Спина Спина Прямо Там Я сейчас Объясню по поводу Положения тела У меня сейчас 40 минут настройки будет Я прям буду рассказывать Как настраивать 40 минут цель Все делать Что надо Я расскажу Как будет Протекать Вот Цель Это Славить Господа И почувствовать С Ним Контакт Он в сердце Находится Контакт От него будет исходить Такая чистота И благодать В сердце И ощущение Защиты Бестабильности Внутренней Лучше всего Когда в сердце После Ретрита Возникнет Спокойствие Чистота И чувство Защиты Это признак Того Что ты побеждаешь Судьбу Образ Всегда лучше Выбирать В соответствии С своей верой Вот допустим Есть любимая икона Или Любимое святое место Все что вызывает Ну Эмоцию Связанную с Богом Контакт с Ним Это ваш образ Может быть Богородица у вас образ Или Иисуса Христа Или Ну В любой вере Допустим Коран Допустим Мусульман Храм любимый Можно образ его Ну то есть И мысленно Можно кланяться И славить Славить Господа Через Него Славить означает Благодарить Говорит Спасибо Мысленно Спасибо За жизнь За все что я имею В этом мире Благодарность Вот этим занимает Человек во время Он Уходит От Осуждения От Мысленных Жвачки Вот это все Как бы Раки были большие По 5 рублей Сегодня маленькие По 3 Но по 3 Но сегодня А завтра Вот по 10 Вот Ну и так далее Постоянно Вот это вот В голове Вот Ну а человек Когда славит Бога Он встает на путь Милости Когда идет Мысленный Вот этот процесс Это путь судьбы Путь судьбы Разрушает нашу жизнь Это жесткая энергия Путь милости Всегда Воскрешает Помогает Меняет К лучшему все Понятно? Постепенно Много-много лет Нужно Чтобы прямо очень глубоко Понимать что такое молитва Ну и сегодня У кого-то будет Первый опыт Вам хотя бы надо Понять технику Для начала И на что настраиваться И к чему стремиться Стремиться Чтобы не было Контакта с мыслями Стараться думать о Боге Слушать звук Мой звук Всего зала Звук хора Стараться вот это все Слушать Эмоцию поймать Звук настроить На этот на все Чтобы он сливался Твой звук со всеми Славить Господа И на два этапа Молитва идет Первый этап Аллилу Это я сильно слушаю А второй этап Я Это в это время Благодарю Слушаю Благодарю Слушаю Благодарю Аллилу Слушаю Я Благодарю Ну то есть идет процесс Обмена Я беру энергию Бога Отдаю Беру энергию Бога Отдаю Она как через меня течет Как река Понятно Что происходит Я когда слушаю Я когда слушаю Я сильно эмоцию Ловлю А когда благодарю Я со всем соглашаюсь Жизнь И благодарю Бога И Славлю Его Смелая позиция Время молитвы должна быть Не позиция Такая Я такой Весь несчастный Помоги А А А Вот Нет А смелая Сильная позиция Ты как бы Сильно Внутренне настроен Сильно Смело Славишь Господа Женщины с любовью Настроены Хотят любить всех Всем спасибо Вот Мужчины Хотят победы Славят Господа И радуются Что все будет хорошо Что Бог поможет Женщины тоже Чувствуют Что они Защищены Они чувствуют Защиту от Бога Вот такое настроение Когда Человек очень сильно Когда Человек плохо слушает Те кто молится У него не включается Разум Когда разум не включается Он начинает Так Аллилуй Я Вот Засыпает Значит надо Сильнее слушать Соединять свой звук С теми кто молится Соединять И тогда ты не будешь Засыпать Потому что у тебя Включается разум Разум рабу живет В звуке И в слушании звука И произнесении Живет разум Разум Побеждает судьбу Ум думает Обзванивает Все Обдумывает Жует Мысленную жвачку Он Питается судьбой Вот Разум побеждает Чтобы разум включить Надо звук Сильно слушать Сильно отдавать Жить в звуке надо Научиться жить в звуке Образ тоже со звуком соединять Образ Священный образ Со священным звуком соединяется И так я начинаю настройку Она продлится примерно минут сорок Потом будем час шестьдесят пять минут повторять Потом чуть-чуть поговорим о том что произошло Потом будем заряжены Это надо все мандарины цветы все сюда принести Чтобы все молитвы заряжалось Перед тем как молитву начнем Все резко отодвинут стулья Кто-то на стульях будет сидеть Но не все В основном все будут стоять вдоль стеночек Будут сидеть на полу И как бы Потому что надо делать статические упражнения И поэтому нужно больше пространства будет И мы это пространство создадим Отодвинув стулья Потом их опять поставим Да, вот как раз специально есть место Под столом Где можно все поставить Вот сюда на стол, на стол ставьте Можно тогда дать вниз Лучше на стол поставить На стол Часть на стол, часть под стол А когда дискомфорт например пошел в теле? Это блоки означает Нужно терпеть Думать куда перенаправлять Если не можешь Я буду объяснять расслабляться Если можешь значит продолжать Давайте я начинаю тогда настройку Ставь, да, ставь Не отвлекай на себя слишком много внимания Быстренько поставил, ушел Первое, что вы должны понять Это то, что во время молитвы надо занимать неподвижное положение тела В этом неподвижном положении тела надо находиться 65 минут Там конечно есть варианты То есть если тяжело становится, мы будем давать возможность Чтобы человек расслаблялся Кто из мужчин, женщин участвовал в онлайн ретритах? Есть такие? У нас Кто из вас хочет показать положение тела? Побыть, так сказать, моделью Вы моделью хотите? Давайте выходите Еще одна модель нужна Одна есть у нас Давайте вы выходите Две модели Так Сюда Одна сюда, другая туда Первое положение тела Стоя возле стеночки Прислоняем к стеночке Ноги отодвигаем Еще чуть-чуть отодвигаем Отодвигаем ноги хорошо Вот так примерно Почему? Потому что когда человек стоит И у него блок, если начинается Он может быть связан с сосудами Резко наступает коллапс И человек падает вперед лицом Неожиданно для себя Вот, это может в секунду произойти незаметно Поэтому Для того, чтобы этого падения не произошло Ноги отодвинуты И человек просто сползает по стеночке вниз Когда человек стоит вот так прямо То он Увеличивает в себе энергию принятия судьбы Вот самый первый этап принятия Когда ты Хочешь согласиться с тем, что у тебя Идут финансовые потери Тебе надо принять это Прежде чем побеждать судьбу Надо согласиться с Господом Не бунтовать В отчаянии находиться А согласиться принять Нормально у нас заряжается Много очень, я чувствую Всего сегодня У вас целая перуха будет Патронов много И они все большие Одной груши хватит на пять человек Такой по поддержке Не бунтовать У них не кидайте У меня сегодня Вечерашний У меня Вечерашний У меня Сейчас я все настройку даю Все, сидят спокойно все И молчат Значит Положение стоя предназначено для того, чтобы Принимать судьбу Это положение непростое Есть полегче Кто Те из вас, кто уже стоя Когда-то Практиковал Молитву Могут стоять Кто из вас стоя пробовал вообще Молиться, не двигаться Вот вы можете всех стеночкам стоять Стоять запрещено посередине Можно вот возле этого столба стоять Допустим Можно возле стенок стоять Вдоль вот этой всей стены Стоять посередине зала запрещено Только вдоль стенок Вот И столбов Понятно, да? Когда вы чувствуете, что стоять тяжело Все затекает Это идет лечение Это хорошо Но если вы уже не можете сосредоточиться И вам плохо становится Тошнит головокружение Там и просто тяжело Тогда вы присаживайтесь вдоль стеночки Так вниз Прямо сползаете Так раз Присели на 20 секунд Считает 20 раз 2, 3, 4, 5 До 20 считаете Поднимаетесь Менять положение тела не надо То есть, если вы чуть-чуть прервались Продолжаете, значит Чистка продолжается Ничего не меняется Идет процесс Потому что он должен последовательно идти Так работает молитва И статические положения Соединения их Вот Можно так до трех раз присаживаться И ничего плохого не будет Если постоянно будет туда-сюда То Никакой чистки не будет Поэтому Если вы уверены Что вы можете Простать 65 минут И с тремя разами Приседания Тогда можете к стенке вставать Если не уверены Тогда этого положения тела делать не надо Следующее положение тела Это стоя на коленях Надо снять Ботиночки И все поднимают Смотрят Вы же не видите Что они там делают Вот Повернитесь боком Ага Вот есть два варианта Ноги под себя Это облегченный вариант Ноги поджали Нет, ноги поджали Носочки Подвернули под себя Носочки подвернули Вот облегченный вариант Стоя на коленях А такой более сложный вариант Это как балерина Вытянули ноги Вдоль Не, не, не Вы вытянули сейчас А надо еще поджать тоже Под себя пальчики поджимаете Пальчики под себя Вот так, да Пальчики поджали и вытянули Два варианта Вот так это вытянули А поджали это носочки Носочками Пальчиками Да, вот так вот на пол Все, да Вот так и вот так Если вы чувствуете Это положение тела Предназначено Для более глубокого Принятия судьбы Ну то есть оно Укрепляет терпение И принятие Вот допустим Если жена Мозг выносит Если на коленях молится То ты привыкаешь к этому Уже как бы не проблема Что она выносит мозг Мне кажется Мужчинам Женщина понравится Чтоб муж так Это Молился на колени Вот Если ты В этом положении тела Чувствуешь Все затекло Все плохо Покошачьи Встаешь на 20 секунд Вперед Вперед так раз Вот так Немножечко 20 секунд отсчитал И опять на колени назад Вот так можно делать Три раза Понятно, да? Следующее положение тела Мы садимся с коленей вниз Называется Пауза алмаза Между Между Попой И Ногами Можно подложить Подушечку какую-нибудь Подушечку Подложить Тогда будет легче Сидеть Чуть-чуть Под душечку Подложить Будет легче сидеть Вот так сидим Это поза алмаза Это основное положение тела Которое выдавливает Судьбу из твоей жизни Но это самое сложное Положение тела И стоя И в алмазе Очень сложно находиться И если прямо сильно Перегрузка Все отекает Ноги отекают Все плохо Тяжело То тогда Можно временно Покошачьи опять Встать Вот так вот нагнуться Прямо На колени подняться Вверх Вот так вот Ага Постоять 20 секунд Потом Опять в алмаз Вот Поза алмаза Для продвинутых Для тех Кто в ней пробовал Потому что она сложная Лучше не экспериментировать Положение тела Менять не надо Вы во днем Можете выходить Входить Но менять на другое не надо Потому что чистка Заново начинается Поза алмаза Выдавливает судьбу Если допустим К тебе налоговая Хочет прийти Ты в позе алмаза На пять слоев сидишь То она Звонит Говорит Завтра придем Сегодня не смогли Это я реальный случай Рассказываю Человек месяц Динамил налоговую Они потом Они потом вообще не пришли В алмаз Садится Они не могут Колени в рост Можно у стенки Но мало кто у стенки сможет Вот стопы вместе Колени в рост Вот стулья позволяют На стульях Девушкам молодым Если стулья раздвинуть Можно на стульчике прямо сесть И стопы вместе сделать Стулья позволяют это сделать Вот эти Если девушка молодая Куденькая Можно вот так прямо На стульчике сесть Стопы вместе И спинки Спиной Будет легче так сидеть Вот это самое простое Положение тела Оно не сильно перегружает Не обязательно так близко Ноги пододвигать Можно да Вот так да Вот коленки тоже Могут быть не обязательно Так низко опущенные Это Ну вот как у нее Допустим Вот так нормально Вот стопы вместе Коленки в рост Если у человека все затекает Ему тяжело Он может по-турецки Так сделать ноги Турецки Раз сел На время По-турецки Потом опять В эту бабочку Понятно да? Вот Следующее положение тела Вот эта поза бабочки Она улучшает гармонию С окружающими людьми Успокаивает Снимает напряжение У женщин Лечит Бесплодие У мужчин Лечит Бросание на жену Да? Человек не может терпеть Половую энергию Бросается Вот это у мужчин Как бы это лечится Поза бабочки Она успокаивает Снимает напряжение И гармонизирует Она самая простая Ну Несколько самых простых Вот одна Тоже вот такая Простая Не сильно напрягает Вот Второе положение тела Которое можно на стуле Прямо делать Называется полулотос Одна нога сверху Другая снизу Вот так на бедрышко кладем Нет Это по-турецки Надо на бедро ногу закинуть Если сможет Тогда она вот вон закинула Видите Вот так вот Они все смогут Если Ну можно так Но это все равно Так Такой Четверть лотос Так сказать Вот у нее нормально Ну то есть Полулотос Это положение тела Увеличивает концентрацию Внимания Увеличивает память На Боге То что Хотите сильно помнить Не отвлекаться Вот это полулотос Правая нога Когда вот у нее Левая нога сверху Это лечится Эмоции Человек Концентрируются эмоции И не отвлекаются И улучшаются эмоции А если правая нога сверху То тогда лечится воля Ну волевые функции лечатся Если допустим В лотосе тяжело Ты должен Опять по-турецки сесть На 10 секунд На 20 И потом ту же самую ногу закинуть Ногу нельзя менять Если ногу поменял Заново чистка началась Следующее положение тела Называется Ну Такая Облегченная Скрученная Поза Ее можно делать на стуле Как и полулотос тоже Ну то есть Одну ногу надо Под себя Под подмять Не 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 так Одну ногу под себя Вторую вот так Вот так надо съесть Вот так вот Одну под себя вот так да Вот Вот она сделала Вот так да На стуле можно это делать Это положение тела дает человеку возможность Отвлечься от проблем Если проблемы сильно замучили Человек вот так вот сидит И у него проблемы Они начинают отодвигаться от него Он успокаивается Концентрация на проблемах уменьшается Вот такое положение тела Так же вот такое положение тела может помочь сделать так Чтобы тебя не сильно люди беспокоили Вокруг Вот это положение тела А я только возьму что Надо все выключить И вообще надо полностью выключить все мобильные телефоны Не дай бог у вас что-то зазвенит во время ретрита Вы будете прокляты людьми Я серьезно я не шучу Поэтому все выключите свои мобилки Если не хотите проблем всех в жизни Потому что у нас очень ответственное время будет Никаких звонков Если вы примете звонок во время ретрита То это будет жесть Потому что люди сильно концентрируются Это для них очень важно И вы будете там болтать сидеть Это все люди будут просто умирать Они будут страдать от этого жутко просто Ребенок тоже нельзя Ребенка на ретрите Чтобы он там это ля-ля-тру-ля-ля Это исключено Когда ретрит начнется Ребенок должен туда вместе с мамой Сейчас можно посидеть пока Вот Теперь все можете вставать И идти Видите у них скрученная поза Я про них забыл Вот Теперь все садятся назад Все садятся назад И успокаиваются Я продолжаю настройку давать Рассказывать Ребенок мешает уже Надо с ребенком выйти Наверное Или как-то успокоить Все Все смотрят на меня На ребенка Все смотрят на меня Большой палец Палец Это я Указательный палец Это моя воля И мое стремление И мое стремление к победе Когда большое с указательным соединяется Это называется мудро Которое помогает победить судьбу Преодолевать трудности Концентрироваться Понятно? На воле На волевых процессах Что я хочу победить Итак, если чувствовать, что не хватает волевой силы То надо вот так Если не хватает физической силы Усталость сильная Слабость Утомляемость Допустим Чувствовать не выдержите Что у вас не хватает силенок Тогда большой Со средним пальцем соединяется Вот так Понятно? Со средним Вот так Если вы чувствуете неуверенность какую-то Вы не знаете Блин, я не знаю вообще что делать Он говорит, я ничего не понимаю Вот Неуверенность если есть Значит тогда большой с безымянным Усветняете Если чувствуете, что очень тяжело Помнить о процессе Что-то какие-то свои мысли лезут Тогда большой с мизинцем Или большой с мизинцем Когда звук хотите Чтобы звук лучше звучал Тогда тоже большой с мизинцем Например Начали першить в горле Там кашлять начали Тогда большой с мизинцем А менять можно? А менять можно? Вот теперь вот так вот не надо делать Одну поставили мудрую и оставили Так же не надо на разных руках Разные мудры делать Дисбаланс будет Вот голова загружится На двух руках одинаковые мудры Если сильно много хочется Можно вот так сделать Два пальца вот эти вместе соединяются Два пальца вот эти тоже вместе соединяются Можете вот так сделать Это разные виды крещения Да? Мудры такие вот Вот если всех задолбали дома Вот такая мудра еще есть Вот так вот Как бы вот так на груди ставите руки Вот так держите Это значит я хорошее Вот так вот Вот Что не надо Никакие другие мудры не выдумывайте Есть разные другие мудры Но они все означают процессы Которые нам мешать будут Например Вот есть мудра власти Это только Бог делает ее То есть Большой со средним соединяется И безымянный к нему прикрепляется Вот так вот Такую мудру не надо делать Так Понятно? Или вот так вот допустим делать тоже не надо Или какие-нибудь вот так вот там Что-нибудь выдумывать не надо ничего То что сказал то и делай А? Очки Очки выкинуть Очки не мешают Чего не мешают? Пусть стоят Значит Теперь Смотрите Теперь некоторые моменты Советы такие Старайтесь никого не трогать Вот если вы шевернулись До кого дотронуться Вы человеку помешали Он потом будет психовать Отвлекаться Сядьте так Чтобы никого не касаться Первое На стульях Если вы остаетесь Раздвигайте стулья Чтобы друг другу рядом не сидеть Вот так близко Вот Если кто-то рядом с вами повторяет Вам не нравится голос Он допустим Вот Как-нибудь вот так вот Вот То Прощайте ему Нужно Нужно смиренно повторять Молитву Нужно смиренно повторять Проблемы с башкой Того Кто дотронулся Но если сразу Несколько человек дотронулось Тогда точно у вас Лучше никого не беспокоить Стараться Значит Я дам время на то Чтобы Сходить в комнату Неизвестного архитектора Потому что во время Этого процедуры Нельзя никуда Выходить никому Не пожрать Не пописать Не покакать Нельзя А? А если плохо станет Значит Надо Расслабиться Сесть на пол И остаться в зале Потому что плохо стало Означает блок Его надо прокачать Если вы выйдете Вы его не прокачаете Потом нигде Потому что у вас энергетика Очень сильно сейчас пойдет И потом Вы нигде такую сильную Энергетики не найдете Если Конечно Страшно Вы попали в секту Конечно Будет страшно Однозначно Вот Теперь Смотрите Да Вот насчет Станет плохо Вы услышали То есть расслабляется Человек И ждет Какое-то время Потом опять Можно включиться В процесс Или просто Оставаться на территории Очень важно Понять такую вещь Здесь нельзя Сидеть Закрытым ртом Просто нельзя Потому что вы будете Разрушать атмосферу Все должны Повторять Все должны повторять Вот так Нет молитвы Будете мешать Если в уме Означают умственная деятельность А звук Это разум Повторяем только вслух Другие молитвы тоже не надо повторять Это не моя вера Не моя вера Вот У нас сейчас Нет никакой веры Я тоже не христианин Мы повторяем аллилуйя Потому что здесь культура такая христианская И мы включаем Что чего больше Я допустим В Уфе повторяю Альхамдулили В Израиле Адонай В Китае Олм И так далее Где находимся То и повторяем Понятно? Все молитвы Побеждают судьбу Бог один Такое настроение Надо культивировать Наша цель Научиться молитве А там уже повторять Что хотите дома Коврики Вы сказали Коврики Да Потому что У нас же есть положение тела на полу Можно на полу сидеть Кто Хочет К стеночке встать Поднимите руку Вот видите Вот на стеночке Кто будет на полу сидеть? Кто на стульях будет сидеть? На стульях Два варианта есть сидеть Первый вариант Сидеть просто так Без всяких положений тела Будет 30% результата От ретрита Но если у вас здоровье слабое Вы не можете по другому сидеть Значит сидите как можете Это тоже хорошо Слава Богу Что вообще пришла На стульях тоже можно делать позы То есть можно делать бабочку на стуле Можно делать на стуле скрученную позу Можно полу лотос сделать Просто надо рассаживаться на стуле На стуле удобно сидеть Это девушки молодые хорошо Если парням уже будет сложнее Стулья классные кстати Знаете можно и алмаз на стуле делать Потому что здесь есть дырочка сзади И стопы туда уйдут Назад Можно и алмаз даже на стульчике делать Алмаз если на стульчике захотите делать То я вам советую Если у вас коврик есть Можно коврик положить Между попой и ягодицами И вам легче тогда будет выдержать Понятно? Значит следующее что надо знать Во время вот этого процесса Есть определенная последовательность Развития событий И вы должны к ней стремиться Первые 13 минут очищается Первый психический слой Он связан с взаимодействием с внешним миром Если у вас там тематические расстройства Там тяжело с людьми взаимодействовать Если вы чувствуете что вам в целом Тяжело что-то начать делать Куда-то пойти У меня большая просьба Кто-то должен здесь всегда находиться Потому что здесь звук больной С ним что-то всегда происходит Я не могу продолжать Я как бы постарался чтоб не пукать У нас не только я мог показать Из других всяких вариантов Хорошо Значит Второй слой отвечает за эмоции Вот ты 13 минут просидел Дальше начинает твой эмоциональный контакт С миром лечиться Если ты 13 минут в одном положении Не просидел Ничего не будет дальше Следующее положение тела Если ты больше 26 минут лечишь Твои мысли лечатся И твой мысленный контакт С окружающими лечатся Потом дальше После 40 После 39 минут Начинает лечиться твое настроение Твой настрой в отношениях с людьми Потом еще проходит Как бы Время 13 минут проходит Последние От 52 до 65 минут Лечится Глубокая судьба Удовлетворенность Неудовлетворенность Твоя в жизни Твои глубокие отношения с людьми Твое психическое состояние Там проклятие Все глубокие обиды Там все на пятом слое Поэтому Надо до него Дойти Не менять положение тела Понятно? Ну почешите Руки Руками можно двигать Ну не то что постоянно Вот так вот А иногда почесала Там что то Раньше вы говорили Что нельзя двигать Вообще ничем Нет я так не говорил Руками можно двигать Глазами можно двигать Руками Руки Можно Руками Руками Ногами Ногами Нельзя с корпусом нельзя головой иногда можно поворачивать но не постоянно вот так крутить болтаться нельзя руки с пудрой можно вниз вниз с ладонями перевернуть руки можно не опускать можно не опускать как хотите, как вам нравится можно иногда креститься но не постоянно то будете отвлекаться на это теперь конечно босиком ну шутка конечно стоять как вам тепло ноги же замерзнут босиком, пол холодный надо, ну в обуви кстати ноги сильно затекают поэтому лучше на коврик встать или на свою обувь снять ее обувь, хороший вопрос спасибо потому что жарко да, 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 да конечно будут обувь давить у нас же конечно зима поэтому обувь снимаете и на нее встаете на обувь на свою встаете босыми ногами и будет тогда легче потому что ноги сильно затекать будут в обуви очень тяжело будет в обуви если вы не двигаетесь все затекать начнет вот теперь звук смотрите и настроение давайте посмотрим я есть разные виды звуков например есть эмоциональный звук аллилуйя этот звук не побеждает судьбу он энергию наружу вот так выводит второй звук это звук настроения он не побеждает судьбу аллилуйя аллилуйя я как бы передаю свое настроение если у меня хреновое настроение аллилуйя вот не побеждает судьбу и есть звук памяти что такое звук памяти это я кого-то копирую я вспоминаю что-то вспоминаю допустим те кто молится и копирую звук не идет мечом памяти any of you желт звук звучит Слушайте внимательно, видите, я с ними сливаюсь. Вот смотрите, сейчас не сливаюсь. Ведь я сам по себе, а не сами по себе. Сейчас сливаюсь. Ведь я эмоции одну и ту же передаю. Да? Не поняли? Нет. Тривело разночь. А? Тривело разночь. Видите, я не сливаюсь с ними. Сейчас сливаюсь. Я копирую настроение. Дайте микрофон мужчине. Мой хороший, сейчас мы вас будем учить настраиваться. И всех остальных тоже через вас. Потому что вы не слышите, значит у вас не получится. Значит вас надо учить. За этим, за этим успешим? Конечно. Я же вас не обличаю, просто пытаюсь вам помочь. Да нет. Так, давайте я включаю. Вы повторяете тоже Аллилу. Просто не так тянете и прямо сливаете с ними. Все отлично у вас получается. Все хорошо. Кто спит во время молитвы и засыпает. Вот у вас сейчас не получится. Давайте. Засыпает означает не слушает. Надо сильно слушать. Давайте. Что делать? Аллилу. Аллилу. Нет, вы их не слушаете. С ними вместе соединяйтесь. Не соединяйтесь. Соединяйтесь. Все, вот этим будете заниматься. Если не будете, будет засыпать. Понятно? Человек отвлекся, а сам по себе, музыка сама по себе, значит все, вы пошли в аут. Если вы чувствуете переполнение эмоций, вот Аллилу. Это значит, что у вас ни энергия не выходит. Надо отдавать, надо. Спасибо, Господи, всю эмоцию отдаю. Спасибо, Господи, отдаем. Не копим себе. А то некоторые люди захватывают энергию и потом ее держат себе. Не отдают. Она переполняется. Начиная одна женщина, у меня была ситуация, что она вообще, она так эмоционально переполнится, что у нее все сковало вот так после 3D. И она не может двигаться вот так здесь. Эмоция перегрузила ее. Но чтобы этого не было, отдаем. Не хомячим эмоцию. Давайте поизучаем этот звук победы над судьбой на простых примерах. Вот смотрите, допустим, как вы относитесь к тому, как вам признаются в любви, вот девушки. Допустим, я сейчас вам три варианта предложу. Вы почувствуете искренность или нет? Первый вариант. Я тебя люблю. Нет. Видите, не почувствовали, да? Второй вариант, от сердца прям. Я тебя люблю. Не почувствовали? Нет. Третий вариант. Я тебя люблю. Ближе, да? Но как бы женщины не чувствуют, потому что память должна о них быть. Если я, допустим, на вас настрою, скажу, тогда вы почувствуете. Но это звук памяти все равно. Я настраиваюсь на жену, одна девушка мне в Великой Тирамбуре говорит, я не чувствую. Я говорю, я на нее настроился, я тебя люблю. Она говорит, теперь чувствую. Я говорю, ну я так не могу делать, я могу так на жену настраиваться. Теперь второй вариант. Вы в лесу заблудились. Кричите. Ау, ау, ау. Кто-нибудь прибежит? Нет. Ау, ау. Прибежит кто-нибудь? Нет. Теперь третий вариант. Ау. Прибежит. Это звук памяти. Вот этот звук и надо произносить во время молитвы. Поняли, что такое звук памяти? Это звук, которым ты помнишь. Ты думаешь, ты пытаешься помнить. Соединяешь свою память со звуком. Вот это звук молитвы. От сердца он произносится. Вот допустим, вибрацию давайте ловим. Где? Почему медленно повторяем? Ловим вибрацию. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Откуда вибрация идет? Из головы. Сейчас. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Из горла. Аллилуйя, аллилуйя. Откуда? Из сердца. Теперь смотрите, я вот из сердца. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Уже оттуда. Чуть быстрее уже ушел из сердца звук. А чтобы глубоко в сердце надо, аллилуйя. Прямо очень глубоко в сердце. Я опять от сердца. Понятно? Звук сердца должен быть. На одном дыхании. Вот теперь насчет дыхания. Я буду долго повторять. У меня тут баллончик с кислородом стоит. Я буду долго повторять. А вы, может, так долго не сможете. Тогда вы, может, на аллилуй один раз вдохнуть, на я второй раз вдохнуть. Понятно? Но всегда на ту же эмоцию включайтесь. Хорошо? Вдыхать. Два варианта есть. Три варианта носом. Один вариант ртом второй. Третий вариант носом и ртом одновременно. Можете вдыхать тремя вариантами. Все остальные виды вдыхания и выдыхания запрещены. Особенно выдыхания. Потому что люди будут падать в оморок тогда по другой причине. Если вы их будете освещать своим выдыханием, то они будут от счастья падать в оморок. В духовном трансе будут находиться. Теперь, мои хорошие, у нас сейчас вот что произойдет. Вы все, кто хочет, идут в туалет. А все, кто не хочет, задают мне еще вопросы, мы сейчас всех дождемся. Надо быстрее, мой хороший, не стесняйтесь. Туалет не так много, а вас много. Поэтому все на борьбу с Деникиным. Все, все в туалет. Даже онлайн пошли даже в туалет. Перед этим перекусывать не надо. Сейчас перекусывать не надо. Лучше на голодный шлудок отбел. Это даже хорошо, да? Это лучше, да, будет. Да, это очень важно. Хватает? Да. Начали? Нет, этот микрофон нормально работает, а тот плохо работает. Он надо настроить. По-хорошему, он все в один такт должны правильно делать? Да, да, да. У меня вопрос. Вот этот микрофон можете тоже настроить? Потому что если этот вырубится, с тем мы уже не продолжим. Он неправильно работает. Раз, раз. Видите, он слишком... Не, не, он фонит. Мы не сможем его настроить, потому что... У нас оборудование здесь нет, вообще что-то настраивать. А, то есть настройка идет оттуда, из центрального какого-то? Да, да, да. Туда доступ идет. Ага. Мы можем только батарейку быстро поменять, если что. А, то есть эти батарейки туда вставили? Да, да, да. Ну ладно, хорошо, тоже вариант. Хорошо, я понял. Ладно. Олег Геннадьевич, вот мы по утрам с мужем вместе молимся. Вы такие вообще голубчики у нас. Надолею немножко. Нет, нет, нормально. В общем, он когда на работе, на дежурстве, я, например, не могу иногда себя заставить прям утром встать, как обычно мы в 5 утра встаем. Ну, без мужа, конечно, тяжело. Ну, да, вот, такой момент. Ничего страшного, если я, например, днем сяду, помолюсь. Ничего страшного. Ничего страшного, как мы с ним сидим. А за правила, да, себе взять, например, 5 или 10 минут, помолиться. Хотя бы, да, начинать, сколько можешь. Ну, вот без него, если, да. Да. Сколько можете, начинайте всегда. И потом старайтесь увеличить правила молитвы. Спасибо. Да. По настройке есть вопросы? Вот лучше по настройке. У вас? Нет, вам все понятно, а людям непонятно. Можно вопрос? Нет, нет, по настройке. Я хотела бы, если положение на стуле, то если вдруг затекут ноги, то как здесь можно давать 20 секунд? На стуле просто поднимаетесь вверх, опираетесь на стул, вот так вот руками, и поднимаетесь вверх. Просто, ну, просто меняете положение. 20 секунд, и потом вниз опять. А наклон, если стоишь, можно ли перестать наклониться? Можно наклониться, да, можно наклониться. Олег Геннадьевич, а правильно ли я поняла, что прямо спиной можно к стене прикасаться? Раньше просто нельзя? Можно, можно, нужно даже. А, можно. Нелегкое положение. Чем легче вам, тем лучше выбирать положение из тех, которые я перечислил. Это важный вопрос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова